Добрый день всем, кто к нам присоединился. Меня зовут Дмитрий Букреев, я кандидат визмат.наук, доцент кафедры физики Педагогического института Иркутского государственного университета. Я сегодня расскажу вам о высокочувствительных магнитных сенсорах для биологии и медицины. С магнитными явлениями все мы знакомы с самого раннего детства. Кто из нас не игрался с магнитиками? Возможно, такой интерес к магнитным явлениям связан с тем, что все мы проживаем на большом магните, которым является наша планета, планета Земля. Магнитные явления широко используются в технике, это электродвигатели, трансформаторы, электрогенераторы. Они используются в медицине, например, в магниторезонансной томографии. И, конечно же, они используются в быту, когда мы прикрепляем магнитик на свой холодильник. Интерес ученых к магнитным явлениям насчитывает тысячелетия. Но, однако, большой скачок в их понимании отмечался в XIX веке, когда Эрстет показал, что электрический ток порождает магнитное поле. Майкл Фарадей десятилетия спустя, после своих многочисленных опытов, показал, что обратно и верно, магнетизм порождает электричество. Он сформулировал закон электромагнитной индукции. Глубокую связь между электрическими и магнитными явлениями показал в своих уравнениях Максвелл в 1873 году. Дальше мы углубляться не будем, но, однако, запомним следующее, что электрический ток порождает магнитное поле. Это понадобится нам в дальнейшем. Широкое использование магнитных явлений в технике, в медицине, в быту заставляет разрабатывать разнообразные способы по обнаружению и измерению магнитного поля. Самый простейший способ обнаружить магнитное поле, а также узнать его направление, это магнитная стрелка или компас. Немного сложнее устроен веберметр. Он работает на законе электромагнитной индукции, который открыл Майкл Фарадей. Широко используются датчики Холла, которые работают на эффекте Холла. Он схематично представлен на слайде. Датчик Холла можно приобрести в любом радиомагазине, либо заказать на Алиэкспрессе. Если Вы смотрите нашу лекцию с компьютера, и в Вашем компьютере есть жесткий диск, то в этом жестком диске есть магниторезистивный датчик, который считывает информацию жесткого диска. Магниторезистивный датчик работает на магниторезистивном эффекте, который состоит в изменении сопротивления проводника по действиям магнитного поля. Самый серьезный способ измерения магнитного поля – это способ с использованием сквит-магнитометра. Но однако этот способ сложен, потому что, чтобы сквит-магнитометр заработал, необходимо охладить его сенсор до очень низких температур. А вспомогательное оборудование занимает, как Вы видите на слайде, довольно-таки большого размера комнату. Магнитоэпидансные датчики, которые появились где-то 20-25 лет назад впервые, они работают на магнитоэпидансном эффекте. Как мы знаем из жизненного опыта, биологические объекты обладают очень слабо выраженными магнитными свойствами. Поэтому для использования магнитных явлений в биологии и медицине необходимы высокочувствительные сенсоры. На следующем слайде представлено сравнение различных магнитных сенсоров. Мы видим, что в области биологических магнитных полей могут работать сквит-магнитометр и магнитоэпидансные сенсоры. Как я отмечал, сквит-магнитометр очень громоздок, сложен в использовании и очень дорого стоит. Поэтому он ограничен в широком практическом применении. Этими недостатками не обладают магнитоэпидансные сенсоры, которые стоят очень дешево и могут широко использоваться. Поэтому в последние годы к использованию магнитоэпидансных сенсоров в биологии и медицине наблюдается повышенное внимание. Что же такое магнитоэпидансный эффект? Магнитоэпидансный эффект состоит в изменении сопротивления проводника переменному электрическому току под действием магнитного поля. Особенно сильный магнитоэпидансный эффект наблюдается в аморфных и нанокристаллических лентах, проволоках и пленках. Фотографии этих объектов представлены на слайде. Аморфные ленты имеют толщину порядка 20-30 микрометров. Аморфные проволоки имеют диаметр от 1 микрометров до примерно 200 микрометров. На фотографии представлено сравнение аморфной ленты и человеческого волоса. Магнитные пленки имеют толщину от ангстрем до 1 нанометров. Может быть и толще. И все эти объекты изготавливаются на основе кобальта или железа. Состав, типичный состав аморфной ленты представлен на слайде. Там, где график. Наблюдать магнитоэпидансный эффект можно даже в школьной лаборатории. Если у вас есть аморфная лента или аморфная проволока, например. Эти объекты широко выпускаются промышленностью в России и за рубежом. Для того, чтобы наблюдать магнитоэпидансный эффект, потребуется генератор переменного тока, который работает на частотах от 1 МГц, амперметр и вольтметр. Ну а также, конечно, источник магнитного поля, которым может служить соленоид, кольца, гемикольца, либо просто постоянный магнит. По мере нарастания магнитного поля, показано на слайде, изменяется импеданс проводника, то есть его сопротивление переменному току. Сначала импеданс быстро возрастает, достигает максимального значения, а потом плавно уменьшается. Для практических целей важен начальный участок кривой, на который импеданс очень быстро изменяется. Теперь давайте поговорим о применении магнитоэпидансного эффекта в биологии и медицине. Как я уже говорил, электрический ток порождает магнитное поле. В то же время наши нервные импульсы, это тоже электрический ток, и они тоже создают магнитное поле. И это магнитное поле мы можем детектировать с помощью магнитоэпидансных сенсоров. Например, на рисунке приведен способ детектирования магнитного поля от нашего сердца. Магнитоэпидансный сенсор располагается в области сердца на груди человека и очень хорошо детектирует магнитное поле, связанное с работой сердца, то есть магнитную кардиограмму. Как мы видим, на магнитной кардиограмме очень хорошо выделяются типичные элементы кардиограммы электрической, то есть зубцы П, К, Р, С и Т. Одна из последних работ, связанная с использованием магнитоэпидансных сенсоров для детектирования кардиограммы, показала, что можно размещать сенсор не на теле человека, а даже на некотором удалении. И даже в этом случае очень качественно кардиограмма детектируется. Я думаю, понятно, что с помощью магнитных сенсоров можно детектировать не только ритмы сердца, но и любые другие нервные импульсы. Скажем, нервные импульсы, связанные с работой нашего мозга, то есть можем детектировать магнитную энцефалограмму. Другое использование магнитоэпидансных сенсоров связано с обнаружением раковых опухолей. Идея здесь такая. Магнитные наночастицы, а именно наночастицы магнитита, магнитит это оксид железа, размером 10-20 нанометров, покрываются специальным веществом, таким, чтобы их поглощали клетки раковых опухолей. В таком случае магнитные наночастицы накапливаются в раковой опухоли, и благодаря их магнетизму мы можем обнаружить раковую опухоль с помощью магнитного сенсора. Как водится у биологов, сначала эти опыты провели на крысах. И этот подход доказал свою эффективность. С помощью магнитоэпидансного сенсора расположение раковой опухоли очень точно определялось. В дальнейшем этот подход был использован при удалении раковой опухоли из головного мозга человека. Вы, наверное, спросите, почему в этом случае нельзя было использовать томографию или рентген, определить расположение опухоли и удалить после этого. Но дело в том, что когда проводятся операции на мозге, хирургу очень сложно определить границы раковой опухоли, и возникает опасность удаления большого количества здоровой ткани. Это усложняет реабилитацию пациента, поэтому очень важно точно определить границы опухоли. И для этого использовали магнитоэпидансный сенсор. С помощью этого сенсора прямо на открытом мозге хирург очень точно определил границы раковой опухоли и удалил ее минимально, затронув здоровые ткани. И последнее применение магнитоэпидансных сенсоров, о котором я расскажу, это маркерное биодетектирование. Идея этого способа проста. На магнитоэпидансный сенсор наносится вещество, которое служит рецептором. Рецептор 1, показан на слайде. К этому рецептору прикрепляются биообъекты, только те биообъекты, которые нам нужны. Например, какой-то вирус, бактерия, белок и тому подобное. Кроме того, рецептор другого типа наносится на магнитную наночастицу. Таким образом получается у нас такая картина. Биообъект, который нам нужен, закрепляется на магнитном сенсоре, а на этом биообъекте закрепляется, в свою очередь, магнитная наночастица. После этого сенсор помещается в магнитное поле. Благодаря своему магнитизму магнитные наночастицы изменяют отклик сенсора. Чем больше биообъектов находится на сенсоре, тем сильнее изменяется отклик. Таким образом, по показаниям магнитного сенсора мы можем определить, сколько вирусов, либо бактерий, либо каких-то белков располагается на этом сенсоре. Справа на слайде показана технология детектирования кишечной палочки Еколи. В этом случае в качестве рецепторов используются моноклональные антитела и поликлональные антитела. Первые наносятся на сенсор, вторые наносятся на магнитные наночастицы. На следующем слайде показана технология детектирования миоглобина сердца. Миоглобин – это такой белок, который содержится в мышцах сердца или скелетных мышцах. Он служит для того, чтобы запасать кислород, необходимый для работы мышцы. Но дело в том, если мышца повреждается в результате травмы, либо в каком-то другом случае, миоглобин попадает в кровь и наносит серьёзный ущерб организму. Поэтому его необходимо детектировать, чтобы предотвратить какое-либо повреждение организма. В правой части слайда показана технология детектирования клеток рака желудка. Я думаю, понятно, что можно для любого биообъекта, будь то вирус, бактерия, либо какой-то белок, можно подобрать рецепторы, которые позволят детектировать этот биообъект. Я думаю, что в ближайшие годы стоит ожидать всплеск интереса к этому направлению, который будет связан с пандемией коронавируса. И мы можем гордиться тем, что большой вклад в это направление, в направление биодетектирования с использованием магнитоимпедансных сенсоров, вносят российские учёные. Галина Владимировна Курлянская, профессор Уральского федерального университета, по праву может считаться одним из ведущих учёных в области биодетектирования с использованием магнитоимпедансных сенсоров. А мы можем гордиться тем, что мы уже сотрудничаем с Галиной Владимировной более 10 лет. У нас есть множество совместных публикаций. А в прошлом году мы поставили своего рода рекорд. Мы опубликовали 6 статей в высокорейтинговых научных журналах. При кафедре физики Педагогического института работает аспирантура по физике магнитных явлений, которой руководит доктор физмат-наук профессор Семеров Александр Владимирович. Любой желающий, который сдаст вступительные испытания, может присоединиться к нашей группе. Научная работа у нас ведётся очень интенсивно, поэтому при должном усердии любой аспирант может написать кандидатскую диссертацию, защитить её и начать свою карьеру в науке. Кроме этого, мы приглашаем к нам и студентов. Мы набираем студентов на автоматику и компьютерную инженерию, а также на информатику и физику. Традиции подготовки педагогов на нашей кафедре насчитывают уже более 100 лет. Наши выпускники успешно трудятся в школах, колледжах, университетах, в других организациях, работают репетиторами. Присоединяйтесь и вы к нам в качестве студента, либо в качестве аспиранта. Мы будем рады всем. На этом лекция закончена. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть вопросы, задавайте. Вопросов нету, мне подсказывают. Тогда давайте попрощаемся. Спасибо, что вы слушали мою лекцию. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»